Ну, представить, что я там так же, как ни в чем бывало, сижу в кафе с теми, кто в Ложниках поет, а такие люди есть, трудно. Потому что вот актер действительно рискует, но из известного, там, успешного артиста превратиться совсем в никого в другой стране. Ждать, что там все будут в каком-то трауре, это глупость. Конечно, там будет жизнь, там будут строиться новые имена, новые проекты. Вот я, значит, уехал, такой весь смелый, не стал участвовать, значит, в преступности в некой моей стране, все там потерял, и поэтому дайте мне здесь сейчас снять кино, потому что я такой весь из себя, значит, беженец. Но это вот самая опасная дорожка. Мне тут недавно сказали, ой, двухпартийная система ужасно себя изжила. Хочется сказать, поживите в однопартийной, ребят. Всем привет, меня зовут Лена Плодникова, и вы на моем канале, где обычно показываю бизнес и профессию русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня у меня будет гость, которого вы хорошо знаете. Это театральный кинорежиссер, сценарист, актер Александр Молочников. Почти год назад Саша поступил в киношколу Колумбийского университета в Нью-Йорке. А еще через несколько месяцев после этого его спектакли в театре на Малобороны и оперы в Большом театре в Москве были отменены. Тогда поступая, Саша еще не понимал, что учеба становится по факту эмиграции. Теперь признается, что да, так и есть. И для того, чтобы с ним поговорить об этом, о его жизни в Америке, новых проектах и о происходящем в России сегодня, я специально прилетела на показ его фильма «Скажи ей» из Сан-Франциско. Ну а прежде чем мы перейдем к разговору, если вам нравятся мои выпуски, подпишитесь на этот канал и поддержите меня кнопкой «Спасибо» под этим видео. Ну а теперь поехали! Саша, привет! Мы сегодня находимся в Сан-Франциско, где ты показываешь «Скажи ей» фильм, который тебе вышел еще два года назад, но я так понимаю... «Скажи ей» по-моему. Ну, возможно, да. Я так понимаю, что ты сейчас знакомишь аудиторию, которая здесь находится, и американскую, и русскую, с своими фильмами. Потому что в декабре, когда мы первый раз с тобой познакомились, первый раз встретились, ты показывал также монастырь. «Скажи вообще, для чего это сделано?» Поскольку это такая камерная очень история, она рассчитана не на большое количество людей, это не в кинотеатрах, да, на массовую аудиторию. Что ты хочешь от этого получить? В одном кинотеатре один раз. Ну да, да, да. Ну все равно там, условно, даже 200 человек, это все равно не тот охват, который может быть. Ну, который уже не может быть, потому что кино уже вышло. Да. На самом деле, это, честно говоря, каждый раз происходит по инициативе тех, кто приглашает. Я просто не отказываюсь, потому что, в общем, этот фильм заслуживает вполне того, чтобы их посмотреть, мне кажется. И «Скажи ей», мы изначально как-то все решили, что чем больше его людей посмотрят, в любом вообще виде, на любом показе, где хочешь. Вот сейчас, сегодня, по-моему, или завтра, какой-то показ в Армении, что ли, будет. Меня попросили видео прислать. То есть это периодически, как-то он всплывает, то тут, то там. И появляются какие-то люди и говорят, что хотят вот посмотреть. Вот. И показать. Я всегда за. Я рассказываю на Q&A, который после, про те проекты, которые планирую делать сейчас впереди, в том числе вот спектакль, который я сейчас хочу делать, на котором собирают деньги. И, соответственно, кто-то откликается, и цифра, которая собирается денег, медленно растет. Саша, получается, почти скоро будет год, как ты учишься в Колумбийском университете, в киношколе. И ты говорил, что по-хорошему они могли тебя не взять, потому что у тебя уже были киноработы, и типа, ну, чему тебя научить? Так вот, прошел год. Расскажи, насколько ты понял, что учиться тебе в кино есть чему? Ну, я это понимал и до, что мне есть чему. Там, скорее, то, что ты приводишь пример, это имелось в виду, что для них человек с опытом иногда хуже, чем человек без опыта, потому что у них постоянно нужно студентам друг с другом что-то снимать. И, грубо говоря, для человека с опытом это может быть иногда в тягость. В чем они не ошиблись, надо сказать. Ну, потому что ты идешь как бы работать на студенческую площадку своих однокурсников и должен держать там бум условно, да? А ты привык, что ты рулишь какими-то большими съемочными группами. Это иногда как-то требует преодоления себя, но у меня, в общем, все в порядке с этим. Поэтому они не ошиблись, думаю. Я правильно понимаю, что учеба не настолько харч, что ты можешь и делать театральные работы, которые, я вижу в инстаграме постоянно, у тебя репетиции происходят, и можешь параллельно для своих идей искать инвесторов, искать продюсеров. Как у тебя с этим сейчас обстоят дела? Да, да, так и есть. Получается все время сочетать, и, собственно, вот с этим, в этом я и живу сейчас, что параллельно с ежедневными какими-то лекциями и заданиями и так далее, которых действительно не то чтобы уж диком. То есть, ну, это, грубо говоря, там 4-5 дней в неделю. Ну, а если что-то нужно снять, то еще какое-то время там выходные, но тоже не с утра до ночи. И все-таки то КПД, которое уже выработалась привычка, сори за тавтологию, вырабатывать в Москве довольно высокое, чтобы уместить в него и учебу, и еще поиски, да, действительно, всяких связей, и продюсеров, и вообще, на самом деле, знакомых в самых-самых, самых разных сферах, и каких-то подработках, чтобы просто оплатить там квартиру и все прочее, и в дальнейшей какой-то перспективе поиск какой-то большой работы, и театром заниматься удается, и искать деньги на спектакль. В общем, короче, я пытаюсь все соединить. В каких-то областях выпадаю в учебе, но потом вроде бы наверстываю пока, надеюсь, посмотрим, продлят ли мне стипендию на следующий год. Ну, у тебя, получается, учеба не приоритет сейчас, если вот тебя там... И тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и тут... Нет, почему? Тут нету... Я бы не сказал, что есть приоритет, это все вместе. Наверное, нет приоритета в данный момент, потому что все-таки факт того, что я в профессии работал, сколько там, лет 10 почти, не дает мне вот просто поставить приоритет учебу и забить на все остальное. Но потом все-таки там, когда я поступал, даже когда я с Юрой говорил, еще не было стопроцентно понятно, что это, в общем-то, иммиграция. А сейчас уже это понятно. Соответственно, приходится не просто так спокойненько учиться, чтобы потом там куда-то вернуться и работать на новом уровне знаний, а нужно, ну, жизнь какую-то строить. И это требует целого ряда активностей в разных областях. Все-таки, ну, есть привычка как-то... Мне в Москве удавалось все-таки разными вещами заниматься. Люблю сосредотачиваться на чем-то одном и хотел бы уже это сделать здесь, но пока что вот есть как бы поиск разных... Ну, не поиск, где-то уже это... Уже и работа, но, опять же, нет такого какого-то сейчас одного проекта, который вот подписан, и ты можешь только им заниматься и больше ни о чем не думать, а учебу таковым сделать тоже я себе позволить не могу. Блин, на самом деле я вот в эмиграции испыталась, что ты, когда приезжаешь и берешься чуть-чуть, чуть-чуть, знаешь, подрабатываешь, ты как будто, не знаю, насколько у тебя это, может быть, ты не скажешь, нет ли она вообще такого не существует у меня, что ты как будто устаешь на вот этих вот поисках тут чуть-чуть от своей профессии, что ты не так-то ее уже и любишь, ей заниматься, потому что ты всю энергию расстраиваешься на то, чтобы там что-то подработать, чтобы квартиру заплатить. Может быть, отчасти, но скорее нет, потому что все-таки, на самом деле, все те подработки, которыми мне доводится заниматься, связаны так или иначе с профессией. Ну, там, преподавание каких-то классов актерских. И тут же вопрос тоже того, как ты это делаешь. Вот, скажем, там, например, мы занимались какими-то сценами, и вроде бы уже надо было от этого устать, а потом как-то там было пять разных групп студентов, ну, в смысле, не студентов, а людей, которые не профессионалы, да, и приходят чуть-чуть позаниматься актерским мастерством. Ну, и казалось, это какое-то такое вот хобби просто для заработка. А потом я их всех собрал, там, ну, то есть тех, кто хотел, и прочитал сценарий, там, ну, который написал. И вдруг стало понятно, что это какое-то уже такое сообщество классное, которое как-то ко мне относится вроде неплохо, и я к ним, и это уже какая-то такая новая группа людей, с которыми можно что-то еще сделать на самом деле. И это все как-то одно на другое работает. И пока я не чувствую, что как-то растрачу энергию, и все время проверяю, так сказать, сверяю пульсы, не слишком ли я многим занимаюсь. Думаю, что пока все происходит правильно, но надеюсь, что вот в этом году своего, ну, в смысле, если говорить не в календарном году, а в году отталкиваться от своего дня рождения, который у меня только что был, думаю, что надо, ну, в общем, стремлюсь к тому, чтобы сосредоточиться больше на чем-то одном. Слушай, а ты вот сказал, что когда ты с Юрой говорил, было непонятно еще, что это эмиграция, сейчас тебе понятно, и у меня с этим тоже вопрос от тебя отталкивается. Вот я понимаю, что в Москве мне сейчас заниматься журналистикой, но где? Где работать? Непонятно, да? Негде. То же самое я чувствую, как будто бы ты видишь, где тебе работать. Ну, представим, да, идеальную Россию, что ты приезжаешь сейчас, все то же самое, но ты можешь заехать, ничего нет, твои спектакли не отменяют. Ты представляешь, что ты можешь там работать? И можешь ли ты работать с теми людьми, которые остались вот сейчас? Нет, нет, конечно. Это даже никак не рассматривается. Даже уже нету такого рода вопроса, и разговоры с собой закончились там в сентябре, уже сейчас апреля. Но все равно ты полгода, полчаса тебя дал, ну да, но нет, 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 в смысле вот в сентябре там еще казалось, что может быть, ну даже не в сентябре, наверное, в августе, что может быть там что-то можно будет доделывать там, что даже как-то я думал там на озвучку полететь. Нет, нет, все, уже сейчас даже невозможно даже думать об этом. А ты можешь представить, что ты теоретически сможешь в будущем работать с теми людьми, которые сейчас остались и молчат? Трудно сказать. Скорее, нет. То есть что значит смогу работать? Знаешь, это так сразу звучит, что типа я с вами не смогу работать. Это же не так, у меня нет к... Потом там разные люди есть, но даже там к тем, кто как-то вяло это все поддерживает, у меня нету какого-то там отношения сильно негативного или какого-то еще. Как-то не хочется никого действительно судить. Просто тем не менее, как нам взаимодействовать с тем, я не знаю, наверное, никак. Думаю, что это просто закончилось. Вот как... Ну, в конце концов, там... Я же в Петербурге, когда жил, учился там в детской студии, с кем-то взаимодействовал. Ну, там был один педагог, с которым Сергей Бызгу. До сих пор мы общаемся. А со всеми остальными я не общаюсь. Ну, так вышло. Ну, вышло просто. Это не потому, что кто-то плохой или хороший. Просто я поехал в Москву и сменился круг общения. Ну, вот думаю, что здесь будет на самом деле так же. А у меня уже очень-очень мало осталось тех, кто там и с кем мы общаемся регулярно. И они стали ближе, а все остальные как бы отвалились органично. И я для них отвалился. И не думаю, что это обратно как-то все срастется. То есть не хочется загадывать, разное бывает, все сейчас быстро меняется. На данный момент ты просто так чувствуешь. Ну, представить, что я там так же, как ни в чем бывало, сижу в кафе с теми, кто в Лужниках поет, а такие люди есть, трудно. Это вряд ли произойдет. Слушай, Саш, я так была удивлена, что несмотря на то, что все отменили у тебя практически, мы в Большом театре, театре на Малой Бронной, в целом, ты такая фигура, нон-град условно в России. Но 19.14 все равно идет. Ну да, но без моей фамилии, поэтому это уже не вопрос ни ко мне. Но все равно ассоциируется с тобой. Я даже зашла, посмотрела, и все равно твоя фамилия, где ты есть, на каких-то сайтах, где можно купить билеты. На черных сайтах. Люди выкладывают, отмечают тебя. Вопрос, как ты думаешь, почему? Красиво. Это правда. Еще дожди, когда прошли, видишь, что козелина стала до этого. Не было весной такой. Да. Приехала в Сан-Франциск, чтобы полезть погулять. Вот, вопрос, как ты себе объясняешь, почему до сих пор он еще идет? У меня вопрос, может быть, из-за того, что он был как раз награжден медалью, и из-за этого, ну, можно оставить. Слушай, вообще понятия не имею. Ты знаешь, вот все эти вопросы, почему то-то и то-то, как приняли такое-то решение? У меня закрылись. Нет, я могу их себе не задавать, вот правда. А у меня эти вопросы были ровно до той поры, пока что-то еще было в подвешенном состоянии. Как, например, выход сериала «Монастырь». Вот до этого момента, так как все-таки его делали очень многие люди, и это чертовое ощущение ответственности перед ними, оно все равно давило, и было понятно, что там мои слова подставляют выход всего проекта, а этого ждут там такие-то люди, там, не знаю, от Филиппа Янковского до каких-то людей, которые, ну, группы там, с которыми мы это делали, продюсеров всего, кинопоиска там и так далее. Вот пока он не вышел, меня все это волновало, я как-то проверял, пытался понять. Когда он вышел, и сейчас уже, ну, совсем это какой-то другой мир, даже 19-14, но там вот недавно был ввод актера, я, честно говоря, даже репетицию не смотрел, Игорь Хрепунов там прекрасно ввелся, ну, то есть я нескольким людям позвонил, кто смотрит или играет спектакль, они сказали, что он прекрасно ввелся, я ему позвонил, поздравил, и все. Это вот максимум, как бы, взаимодействия, которое есть. Я, ты знаешь, не чувствую уже, что это что-то, к чему сильно я имею отношение. Да, это не то, что это... Не слышишь, что, ой, я к этому не имею отношения, нет, ну, просто как бы, я понимаю, что на самом деле ребят, которые его играют, имеют сегодня к нему гораздо большее отношение, чем я. Это их уже спектакль. Вот он, и нет там моей фамилии, может быть, это даже и честнее, что ли, не знаю. Потом я ужасную вещь скажу, но это спектакль о том, что, значит, война это чудовищно, что нужен мир, что есть две стороны, которые в равной степени неправы, и вот это такая гражданская война, французов и немцев, и вот как ужасно, что идет война. И там есть некий гражданский такой пафос, зрители, которые на это приходят аккуратно, а в конце хлопают, говорят, и в общем... Но я ту войну, которую сейчас происходит, совсем иначе воспринимаю. Она... это не просто война, которая должна закончиться, это война, в которой Украина должна вернуть свою территорию, а не просто война, которая должна закончиться. Это война, в которой что-то должно вот такое произойти для некого, я не знаю, какого положительного, не положительного. Ну, в общем, короче говоря, просто некий мир не является, грубо говоря, хэппи-эндом этой истории. Понимаешь, что хэппи-энд вообще невозможен. Но это не аналогично. Короче говоря, спектакль про другую войну. Он про Первую мировую войну. Он, я не знаю, про какую-то еще другую гражданскую войну, где все, в общем, хороши. Типа, и эти, и те. И нет, очевидно, того, кто это все начал, и того, кто, соответственно, должен за это заплатить. А в этой войне это, конечно, Россия. Поэтому я бы тут вообще не проводил особенные параллели, и поэтому, наверное, я уже не ощущаю такой сильной связи с этим спектаклем. Люди, которые выиграют, я их люблю. Там, с одним из них мы регулярно списываемся. Но, в общем-то, с одним. Ты как раз предоставил мой вопрос. У меня был вопрос о том, что там и монастырь, да, премьера прошла без тебя, и спектакль, да, пусть один, но все равно идет. И я не представляю, да, что ты чувствуешь в этот момент. Ну, как будто, знаешь, ты делал, делал... Что-то, что, когда идет спектакль, когда, знаешь, фильм представлен без тебя. Вообще ничего, поверь, просто ничего. Ну, ты вот, я говорю... Я чувствую что-то, когда я здесь там веду переговоры с артистами, и кто-то заболел. Вот тут я что-то чувствую, потому что это влияет на то, что будет. И потому что я волнуюсь по этому поводу. Я чувствую что-то, когда пишу здесь сценарий, и даю его американцам каким-то почитать. И, понимаешь, первый сценарий, который написал на английском языке, и мне интересны их мнения. И так далее. А то, что там балет в большом, говорят, без моей фамилии, я вот ничего... Просто я это не чувствую. Вот я не знаю. Вот не чувствую, не чувствую, что там сейчас вот в Иране там, не знаю, женщина в колодицу, в колодицу пала. Вот так же и это не чувствуется. Это как был такой... Была такая короткометражка, вернее, это был альманах короткометражек про 11 сентября, и там была очень сильная короткометражка такая, когда детям, по-моему, ну, где-то в Афганистане, наверное, в деревне, американская учительница говорит, что, дети, что случилось такое невероятное вчера? А это как бы следующий, ну, там, 12 сентября, да? Что в мире такое случилось? Они говорят, тетя там такая-то упала в колодец, вот как раз там. Они говорят, нет, что в мире глобально случилось? Дядя там такой-то пошел, его осел там сбил на дороге, и он ногу сломал. Вот самое большое событие. Она говорит, да нет же, что вы, вот самолеты врезать в небоскреб, а они даже не в курсе. Но в некой степени как-то... Нет, не то, что у меня ситуация безразлична, конечно, нет, но вот ситуация моих спектаклей для меня примерно как бы вот как для этих детей 11 сентября. Я уже совсем себя с этим как-то не связываю, наверное. Ты сказал, что ты написал сценарий, а там он даешь американцам читать. Получается, ты сейчас перестраиваешься полностью, чтобы работать на международный рынок, уже вообще не смотреть там. Конечно. Так нет, а как это еще возможно? Ну, я просто смотрю опять-таки, да, твой инстаграм. Ты делаешь какие-то репетиции, о чем я хочу спросить дальше, с нашими же актерами, в том числе, там, Бурковский, например, нет, ну, секунду, стоп. Андрей Бурковский единственный русскоязычный артист, который играет на английском спектакле, где только американцы, потому что ему тоже интересно интегрироваться в американский театр и поработать на английском, и он большой молодец, что он идет, это и делает, это вообще очень трудно. И, собственно, вот, ну, там у нас еще играет американец Стивен, который снимался в Чиках и жил там в России некоторое время. Все остальные актеры просто американцы, которые не имеют никакого отношения к российскому театру. И мне, конечно, интересно в Америке делать спектакль с американцами для американцев. Ну, просто знаешь, тоже многие приезжают... Так и в Москве на русском для россиян. Ну, потому что, если я из Таджикистана приеду в Москву и буду делать также русский театр, это будет какой-то национальный театр. Вот так же в Нью-Йорке, мне кажется, делать спектакль на русском, там, для русской аудитории. Я просто это не просто так задаю, потому что огромное число мигрантов не могут перестроиться. Все равно, знаешь, новый рынок, они пробуют и пробуют, первый год-два не получается, не понимают менталитет, не до конца до очереди язык и пошли, да, там, да, разные «но». Я ж тут жил в детстве, мне чуть проще. Два года выучил какой-то школьный английский язык, такой, пятого класса. И, конечно, башка там как-то меняется в связи с этим, поэтому, наверное, у меня тут есть просто некое, к счастью, преимущество просто благодаря обстоятельствам. Вот, поэтому плюс еще тогда в мой приезд выработалась дикая аллергия как раз на эмигрантские сообщества и на людей, которые вот остались в том году, из которого они уехали, и все, они живут какими-то проблемами в 80-х. Вот они все уехали в 87-м, и для них уже и Россия та, из которой они уехали, им кажется, что она вот все такая же. И в Америку они как-то не вписались, и язык у них, смесь вот этот суд жакатский русского и английского. И это все, по-моему, чудовищно. Я этого прям избегаю. Пытаюсь каждый день учить английские всякие слова, потому что, конечно, скажем, мой русский, даже при том, что он довольно убогий, значит, богаче английского. Ну, просто там есть ряд слов, которые я по-русски узнал уже после того, как здесь жил, естественно, каких-то там более сложных. На английском я их вот сейчас активно доучиваю, каждый день читаю всякие статьи. Стараюсь читать на английском и, в общем, как-то развивать все себя. И русский стараюсь не забывать, и, в общем, говорю по-русски довольно много. Ужасно в себе ненавидя, потому что это, ну, природа, я не знаю, как лингвисты, или как люди, которые билингва, но у меня иногда бывает, конечно, что какое-то слово заклинивает, потому что вот это все там, назвать очередь линий, это, конечно, просто, знаешь, трудно иногда контролировать, но я работаю над этим. Вроде пока что сейчас, даже сейчас проверяю, вроде не так все плохо. Да, на некоторый, наоборот, когда говорят, например, на английском долго, они считают, что русский такой кривой, некрасивый язык, что хотят наоборот. Да нет, мне так не кажется. В английском нету целого ряда слов, которые в русском есть. Например, нет слова истина, нет слова тротуара, это какая-то сторона дороги, сайдвок, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, просто два разных прекрасных языка. Слушай, Саша, вот мы поговорили, да, мы затронули тему Бруковского, вообще хочется поговорить о тех актерах, о тех артистах, которые за год тоже переехали сюда из-за войны, из-за всего происходящего. А это же не то, кто еще? Ну, я встречаю разных, не обязательно, я только встретила Бруковского, да, с именем, но из все равно творческой индустрии. И вот не очень понятно, как им развиваться здесь теперь, потому что, ну, откровенно говоря, многие, кто пытались из России приехать в Америку, непонятно, чем занимаются в итоге здесь. Там каких-то, бэкграунд актеров, бэкграунд актерством занимаются и так далее. Вот ты понимаешь, как можно развиваться, если, например, в LA они приехали? Слушай, актерам вообще сложно, потому что они, ну, понятно, у них профессия прям совсем завязана на языке, и важно, как именно ты говоришь, с акцентом, без акцента. Вот Андрюха там бьется в Лос-Анджелесе, но он только начал, по-моему, уже все это не так плохо, и я ему всячески желаю удачи, и им восторгаюсь. Но то, что, в принципе, артисты в основном все остались в России, это очень понятно, и тут их совершенно нельзя винить, потому что вот актер действительно рискует, но из известного, там, успешного артиста превратиться совсем в никого в другой стране. Что касается там людей, скажем, с деньгами большими, там, блогеров, кого-то еще, тут мне меньше понятно, потому что, ну, если у тебя есть большое состояние, если ты его можешь вывести, там, наплевав на все эти крики про то, что ты, значит, насосал бюджета кремлевского кровавых денег и повез их, ну, в общем, просто, если ты спокойно заработанные с собой же деньги, честно, вывозишь свои и вкладываешь их здесь, там, в какой-то, например, я не знаю, не знаю, я никогда не занимался бизнесом и не очень знаю, как работают вообще денежные потоки, но если, я так думаю, что если у тебя денег прям много, а есть такие люди, ты можешь их вложить в недвижку, там, я не знаю, еще во что-то, за те годы, пока они будут, ну, не будут уменьшаться, а будут как-то оставаться там на каком-то, по том же уровне, ты можешь выучить язык, ты можешь там, я не знаю, если ты был условно человеком в экране, ты можешь стать продюсером и пытаться молодых местных людей продвинуть и у них чему-то учиться, там, ну и так далее, мне кажется, тут много довольно схем, а вот что касается артистов, артист, в принципе, профессия ожидания такого, ожидания предложений, если ты не суперзвезда, ну, тут их можно понять, это, наверное, очень трудно, поехать в страну, чтобы играть на новом языке, вот Белый, Бурковский, Смоленинов, посмотрим, как вообще, ну, Белый там, по-моему, прям вот очень серьезно занялся как-то языком в Израиле, мне кажется, даже немножко другого спектр, чем Белый вообще. там он учит язык очень активно, Андрюха тоже учит язык, ну, очень, короче, не знаю, меня вызывают уважение те, кто уехал и пытаются устроиться, не вызывают никакого негативного отношения те, кто остался, потому что их можно, наверное, понять. Другой вопрос, когда там... Можно я про вызов поговорю в этом ключе? Просто язык чешется спросить, ты только вчера буквально выставил, вчера, позавчера выставил, пост об этом, высказался, вроде высказался, но вроде не очень категорично, но все в целом понятно. Ты меня не раскрутишь на большее? Вот я же что там написал, то и все. Я и... Достаточно. Не собираюсь себя раскручивать на большее, я просто хочу спросить одно. Может быть, ты ничего по этому поводу уже не думаешь, не чувствуешь, но опять-таки, как тебе вот смотреть на то, что люди улыбаются, пляшут, радуются, какие-то громкие примеры? Не первый раз, извини, что я перебил, но вопрос понятен. Да. Не первый раз это происходит в мировой истории, и к этому я пытаюсь относиться, ну вот как-то так вот, исторически, не знаю, если бы был историком, наверное, было бы еще проще. Но это всегда вот так было. Вот надо уже понимать, что, мне кажется, так, опять же, я надеюсь, всегда ошибиться. Ну вот вся эта дружба с Китаем, зерновые сделки с Африкой, мне кажется, что идет такая тотальная реконструкция, не знаю, СССР, не СССР, но, в общем, какого-то мира, который разделен стеной. некой глобальной холодной войны Запада и Востока. Ты либо там, либо тут. Ожидать, что там все будут в каком-то трауре, это глупость. Конечно, там будет жизнь, там будут строиться новые имена, новые проекты. Будет ли это там что-то интересное мне лично? Не знаю, наверняка что-то будет, а что-то не будет. Но надо просто понимать, что как бы есть вот кино Александрова 30-х с Любовью Орловой. Оно тоже очень большое, но просто оно никогда не выйдет за пределы Советского Союза. Но внутри, не знаю, были ли фильмы Александрова популярны в Китае, был ли тогда такой экспорт, ну то, что он сейчас будет, наверняка. И вот в той части мира как бы есть некая своя иерархия. Наверняка вот все, о чем говорят, там какие-нибудь Михалковы, все это будет, будет своя премия, свой такой вот восточный какой-то Оскар условный. Тогда это была Сталинская премия, сейчас это будет там, не знаю, Путинская премия. Ну в общем, короче говоря, будет там свои какие-то кумиры, а тут будет свое. Ну у меня просто вот... Поэтому, извини, говорить там, что вот как они могут веселиться когда-то, но Оскар не отменяли во время войны в Ираке, поэтому... Что их обвинять или кого-либо вообще? У меня нет... Не было никогда никаких сомнений, что там продолжится жизнь, она продолжается. Просто ощущение, что для меня, что либо А, они заложники ситуации, либо Б, они просто артисты, актеры, продюсеры, режиссеры и так далее, которых нужно... Которые... Ну, делают свою работу просто. Они продолжают свою работу, они должны творить. И что делать? Люди не могут жить в трауре постоянно. Да и потом там нет... Мне кажется, что... Ой, Господи! Мне кажется, что там у очень многих... Я служу там и по своим знакомым просто потому, что люди пишут, думают. Вообще нет близко понимания как бы знания о чем-то, что случилось. Такое явление, как Буча, просто не оценено вообще. Ну, вот люди не понимают там, что там произошло. Не понимают, не хотят понять, не боятся узнать, не знаю. Ну, то есть я считаю, что там среди высокое явление соизмеримое с такими вещами, как, я не знаю, там, Хатынь, Бабияр. То есть там произошло не просто военное преступление, там произошло что-то убьющее, чудовищное, что показало там самые черные стороны человека. И, к сожалению, в этом десятилетии это оказался россиянин, этот человек. И так вот сложились обстоятельства. И я уверен, что люди, которые там ходят на премьеры, они это не очень просто оценивают и понимают, мне так кажется. Не хотят об этом думать. Или хотят думать, что это не так, ну, что, что, что это произошло, а так же произошло, что ты... Про своего ребенка не веришь, знаешь, что он может быть каким-то плохим. Ну да, я не знаю, вообще я не хочу думать, что там в голове. Вот. И вот так, поэтому все живут, не думают, что, знаешь, типа, есть вообще какая-либо рефлексия. А может, ты об этом пишешь, тебя же это цепляет, ты же это показываешь. что-то совсем опиющее. Но меня просто вот, вот мне тошнит от Эрнста, который, который все-таки когда-то был, черт возьми, журналистом программы «Взгляд» и все с такими, такими интонациями классного парня, типа, со словами «охрененно, круто» говорит, что нету важного человека Дмитрия Олеговича Рогозина, который сейчас на линии, блядь, соприкосновения, это еще слово, в Запорожской области. Ну, ну, Дмитрий Олегович Рогозин, который зиговал на протесте и всегда был известным националистом вообще. И вот его не хватает, а все киносообщество такое хлопает этому. Ну да, но я вот, я не знаю, мне даже смешно это смотреть. То есть это просто как бы такой, какой-то, ну реально какая-то сцена из бесславных ублюдков. А то, что параллельно с этим, там, сколько прошло, месяц, две недели, сколько с Оскара прошло времени. Ты тоже, тоже у себя опубликовал, что вот, от Филина Навального получил Оскар, поэтому я делаю вывод, что тебя тоже все это трогает. Не просто так я задаю эти вопросы, знаешь, с потолка. Вот. Ты удивился этому, и ты удивился тому, что, ну опять-таки, в России это осталось незамеченным. Какой-то Оскар какому-то Навальному. Да нет, не удивился абсолютно, потому что я понимаю, что все, сейчас мир как бы так устроен, ну так организован, что для, условно, государства в России, как и Нобелевская премия для советского, в разные периоды, правда, по-разному, но все, как бы, короче говоря, все обесценивается. Все. Типа, этот их Оскар нам нафиг не нужен, у нас будет своя премия. И это, мне кажется, как раз вот эти вещи не нужно. Ну, я, я для себя стараюсь думать, что мне пытаться, как-то, хорошо или плохо. Все, ну вот так, есть как бы одна пирамида и другая. Вот были 30 лет, в которые, собственно, я рос, когда это была какая-то единая пирамида. И все-таки наши фильмы там, они как-то радовались, когда они попадали в Венецию или в Канны, или на тот же Оскар, или на Золотой Глобус. Это была всякая, какая-то одна большая система. Кто-то, наверное, и в эти 30 лет считал дерьмом Оскар или Канны, или что угодно, и, не знаю, хотел Золотого Орла. Но я сильно сомневаюсь, что какой-то кинематографист отказался бы от Канн в пользу какой-либо российской премии, потому что просто эти премии, ну, как-то казались чем-то большим. Вот это была одна такая вот пирамида, не знаю, чего, признания какого-то, да? Сейчас таких пирамиды будет строиться две, очевидно. И то, что было ценным в западном мире теперь для российской культуры, будет потерять ценность. Это как будто бы даже нашим режиссерам, нашим фильмам не стоит даже претендовать на Оскар, потому что в их мире это будет полным зашкваром. Ну, я не знаю, ну, то есть, как бы, это, да, вот такова государственная позиция сейчас, что ваш Оскар, типа, дерьма кусок, а он нам вообще не нужен, у нас своя будет темп, потому что вы все, значит, трансы, гомосексуалисты, и друг друга награждаете своими гомопремиями. Ты сказал, что ты собираешь деньги на спектакль. Расскажи, пожалуйста, об этом спектакле, я первые слышу. Это в Нью-Йорке мы уже сделали такой эскиз, он назывался Чехов Челси, то есть в отеле Челси, а отель Челси такое начало культуры нью-йоркской, именно, то есть это место, где в 70-80-е весь начинался нью-йоркский авангард, там от Уорхла и Бероза до всех-всех-всех, Дженнис Джоплин, Патт Смит, все там жили подолгу, и это как-то очень легло на пьесу Чехов, потому что в пьесе есть те, кто живут вот в этом поместье все время, и в отеле Челси люди живут с 70-х годов, и оттуда не выезжают, они как-то сняли номер, и они 40 лет уже там живут, такие застрявшие во времени люди, а есть вот приезжающие туда, там Аркадий с Тригориным, которые такие, мы вам приехали на час звезды, который тоже, там Милош Форман, который когда-то жил в отеле Челси, иногда заходит, вот он показывает, не знаю, своей девушке или жене, не знаю, что у нее там, это я придумал уже, ну, короче, можно представить, вот, и сейчас мы хотим это развить, привлечь современных художников, музыкантов, и вот этот вот вопрос того, нужны ли новые формы, какие они должны быть, превратить, как бы перевести из просто отношения героев в такой арт-баттл, когда все начинается с противостояния матери и сына Аркадьины Треплева, и там Тригорина, а вырастает в уже конфликт как бы разных представителей современного искусства, так называемого там, контепарария арт, и мы хотим привлечь прям молодых и не очень героев всяких геннале, востребованных художников, которым самим будет интересно принять участие в такой живой, как бы, дискуссии, которая чуть больше, чем спектакль, но это не лекционная, какая-то занудная дискуссия, а такой действенный, как бы, конфликт разных художников, потому что, в принципе, в современном искусстве, внутри там очень много противоречит, должно ли оно быть социально, должно, или оно, допустим, там, категорически не должно быть социально, должно ли оно населить, может ли оно быть коммерческим, и так далее, и так далее. И вот юному художнику трепо его во всем этом лабиринте форм возможностей, которых в Америке очень много, и иногда это такая свобода и вседозволенность, она еще больше путает художника, потому что ты вроде можешь все, а про что мне делать, как мне честно рассказать то, что я хочу, и в какой это форме сделать, в общем, очень трудно понять. И так как я сам в связи со всеми событиями войны и прочего все время задаюсь вопросом вообще о чем сегодня, да, показалось, что нужно сделать спектакль, как бы, не отвечая, не ответ на этот вопрос, а, собственно, сам вопрос задать, ну, как бы, отвечать на него вместе со зрителем, поэтому он отчасти даже будет интерактивный. И вот мы на всю эту историю, которая будет вне театра, думаю, делаться, а в каком-то пространстве таком, по типу там фабрике или чего-то, пытаемся это сделать. У нас же есть там актеры, с которыми мы делали эскиз нью-йоркский, все на английском, естественно, и привлекаем художников. Вот сейчас несколько человек уже откликнулись, и 24 апреля у нас будет такая презентация большая. Ого, же, так скоро? Сколько вы на ней уже? Нет, нет, это будет презентация, это будет просто презентация. А, в целом идеи. Я буду рассказывать к примеру то, что я сейчас сказал, только более развернуто с какими-то картинками там и так далее. А ты говоришь, что тебе нужны для этого деньги, большая ли сумма, и как ты вообще это видишь? что у нас все превращается прямо в рекламу. Ну, да. Ну, а что, может быть, сейчас посмотрим? Я думаю, что сейчас мы собираем 150 тысяч, но мы пока не знаем про аренду помещения, возможно, сумма чуть-чуть вырастет. Ну, или там... Ну, это аренда, оплата актерам, художникам. Да, потому что актеры в профсоюзах, тут целое дело. Да-да-да, я знаю. Должен платить там по некой ставке, и при том, что они все после эскиза очень как-то открыты к тому, чтобы дальше работать и хотят, есть некий минимум, ниже которого они не могут опуститься, плюс там какая-то там никакая сценография. Хотя я надеюсь найти такое место, которое само по себе будет сценографией. Вот. Ну, и там, как эта команда, это все такое проще. А ты чувствуешь большую разницу в работе с актерами американскими, с их школой, нежели с нашими? Слушай, я с нашими работал настолько с разными нашими, от там ведущих артистов балета до звезд шоу-бизнеса и инстаграм-блогер, до людей с тарелками в губах в африканском племени, до оперных певцов и просто прекрасных драматичных актеров, что, в общем, мне трудно как-то уже удивиться сильно. С американцами очень удобно работать, они задают глупых вопросов, лишних. Ты сказал, они сделали, да? Да, да, ты сказал, они пошли попробовали сразу, вот вообще сразу, как такие, знаешь, но при этом без глупого такого студенчества, типа, смотри, смотри, я такой, я вполне осознанно и так как-то пытаюсь понять. Судя, очень, очень прекрасно с ними, вот с теми ребятами, с которыми я работал, работать очень удобно. Иногда бывает, что все так легко делается и немножко все в целом слишком облегченно, что у нас как раз проблема в том, что всю нашу, значит, драму и любовь попереживать, ты долго-долго-долго, значит, соскабливаешь, и вот, наконец-то, она зажила легко. А тут это быстро довольно получается, но иногда думаешь, блин, не хватает глубины. Но это тоже ошибочно, думать, что они, типа, там, неглубокие, у них нет нашей русской души, нормально у них все, они все равно в какой-то момент что-то там, ну, как бы из всех можно вытащить. Мне кажется, что это больше. Я смотрела недавно видео, как с травмами работают в России, как в Америке, типа, в Америке они танцуют счастливо, знаешь, проживают, это все равно, ты в глазистоянии, вот это все, знаешь, через больно нужно прожить эту травму, это, мне кажется, соприкасается с тем, что ты делаешь. Ну, разный, разный менталитет, но тут, скорее, очень хорошо Дмитрий Анатольевич Крымов сказал, что русский артист, он так устроен, ты ему говоришь, например, ну, скажи мне, дай мне простую задачу, там, Саша, пойди и там, не знаю, что-нибудь сделать, давай, ты режиссер, я большой русский артист. Саша, пойди, посмотри, все ли у нас нормально записывается. Сейчас ты хочешь, значит, чтобы я пошел и посмотрел, все ли нормально у нас записывается, да? Именно я, это я хочу. Думаешь, это правильно будет, да? Я думаю, это лучшее, что ты можешь сделать. То есть, это примерно, как бы, то есть, ты думаешь, что надо мне сейчас пойти, и посмотреть, как записываться. И ты, короче, полдня, полчаса тратишь, объясняешь человеку? Да, 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 потому что, ну, как бы, нельзя вот пойти, это как-то не круто, вот пойти и просто делать то, что тебя просят, ты же тоже художник, поэтому ты должен, значит, как-то, что ты такое хочешь от меня. Вот. А Верюкс действительно идет и делает это. Просто сразу идет и смотрит, как записывается, и потом задает вопрос. Он такой, как бы, он может максимум сделать там, если он вообще не понимает, зачем, он там, окей, я была на съемочной площадке недавно сериала американского, который идет с 98-го года, и я была так поражена тем, что они, ну, насколько они скрупулезно подходят к каждой сцене, даже если она просто две секунды, и там только взгляд, когда, не знаешь, там с этой стороны его снимают, потом все переставляют, с другой стороны этого же человека снимают, и меня так, ну, меня поразило в том плане, что это так растянуто, вот такую сцену, там целый сериал. Была на наших съемках, они выглядят примерно так же. На наших не была, к сожалению. тебе просто впечатлил съемочный процесс, он всегда такой. Надеюсь, что это не на фильм, пришли, опоздав на полчаса. А вы на фильм? Ну, он уже почти закончился, как бы. Не, ну, серьезно, вы сейчас просто зайдете, собьете все настроение, жалко. А? Ну, как-то сейчас, вот тогда вас посадят там в какой-то громкий момент, хотя бы, чтобы не отвлечь всех просто, ладно? Как-то тактично. Спасибо. Козлы. Я ненавижу, когда люди входят во время сеанса, если честно. Там еще просто дверь, она прямо рядом с экраном. И это как бы все на них смотрят, да. Слушай, не, просто что, вот фильм идет уже 40 минут, вот что они сейчас... Ну, они уже потратили деньги на билеты, им уже жалко, понимаешь, это же... менталитет тоже наш. Либо подешевле, либо схемку какую-то найти. а смысл? Вот фильм начался в 5, сейчас 5.53. Фильм идет полтора часа. Нафига они пришли? Ну, типа, знаете, может, на рекламу, как бы шокировать. Да, конечно. Я, естественно, пересмотрела, приезжая сюда, все твои интервью заново, и меня немножко покорябила, может быть, это моя проблема, что ты говоришь, что вот в России... Давай сюда-сюда. В России там единственная радость соловьев и водка, если мы убиваемся, да, сейчас они... Стоп, это не я говорил, это говорил Серебряков. А, ты имеешь в виду, в провинции? И я конкурировал там с водкой условно, но тем самым ты как будто, знаешь, культивируешь эту жертву в наших людях, что вот они несчастные и бедные пьют эту водку, но как будто оправдываешь их же безответственность за собственную жизнь. И меня это немножко зацепило, что как будто ты... Ну да, вы бедные и несчастные, что же вам еще остается? Смотреть Соловьева, пить водку в этой стране. Но они же тоже ответственны за то, что они делают, где они живут, и в том числе, благодаря этому, они и живут в таком. Слушай, вообще, ты вот пытаешься меня вернуть в какой-то разговор втянуть, в котором я просто совершенно некомпетентен. Ты сейчас фактически говоришь о неком отношении к народу. Я когда эти фразы говорил, я не имел в виду, что... Я просто говорил конкретно очень, что по вечерам, насколько я это видел, в тех провинциальных городах, в которых я был, нету мест досуга, просто нету ни театров, ни кинотеатров в каких-то городах, где я был. И, соответственно, у людей, действительно, у молодежи там одна забава, продуктовый магазин или какой-то условный бар там с алкоголем. Не бар даже, а какой-то... В общем, короче говоря, водочно-разливочный, да. Киоск. Вот. И что, соответственно, делая фильм, ты даже и не конкурируешь с водкой, потому что у людей кинотеатра-то в городе нет. Или им куда-то надо ехать, чтобы посмотреть твой фильм авторский, конечно, они не поедут. Я про это только говорил. Прекрасно Бродский сказал, это тоже вот я выкладывал недавно, известная его фраза, давняя, но почему-то вот было полезно сейчас мне наткнуться, что вообще надо себе отвечать на какие-то вопросы попроще. Как вообще я там жадный я или не очень? Как я с... Он говорит, с бабами. я бы сказал, наверное, с девушками себя веду. Ну, вообще, как бы, я сам-то дерьмо или не очень. И действительно, после этого только переходить к вопросам вины своего народа, значит, вообще национальности своей, цвета кожи, это, честно говоря, адресовано всем. И я и в Америке очень часто вижу, действительно, как люди едут на коньке того, какие они. И им кажется, что одно это им должно давать право на вообще что-либо. И этот соблазн и у меня возникал. Вот я, значит, уехал, такой весь смелый, не стал участвовать, значит, в преступности в некой моей стране, все там потерял. И поэтому дайте мне здесь сейчас снять кино, потому что я такой весь из себя, значит, беженец. Но это вот самая опасная дорожка. Я вообще в целом за то, и это как бы и в отношении любой, любой политики, любой страны, чтобы человек мерился по его собственным талантам и способностям. И чтобы все-таки на работу брали не за цвет кожи и не за ориентацию какой-либо в какой-либо стране, да, а просто за то, насколько ты профессионален, если это кино, то как ты умеешь этот и правильный объектив выбрать, а не то, что ты просто родился там-то и там-то, и стал жертвой того-то или того-то режима. Саш, ты один из них многих, от которых чувствуется такая большая свобода, и в высказываниях вообще все, что ты делаешь, как ты думаешь, это свобода из-за того, что ты в той же другой стране жил, от родителей, от образования, от чего? Вот ты сам в себе это, и что это для тебя? Не знаю, все вместе, все вместе как-то. Ну, человека же формируют совершенно какой-то неосязаемый набор вещей, событий, ген, генов или ген? Ген, да. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому, не знаю, ну, вот так как-то, так как-то получилось. Свобода, не свободна, тоже понятие крайне размытое, потому что, например, даже, вот мне казалось, в России, когда в Москве там я жил и работал, что, в общем, я вроде как довольно свободный чувак, а вот по первой месяце жизни здесь ты прям чувствуешь, как какие-то вещи, даже ты не замечал, что ты уже, ну, просто даже то, что я привык, например, говоря на какие-то особо устретимы, там на телефон садиться, чтобы это никто не прослушал. Ну, то есть, такого рода маленькие привычки, они, ты как-то вдруг, ты не замечаешь, ну, и потом это вот то, что, то, из чего очень долго приходилось убираться, что вот я скажу и подставлю этих, и поставлю, а этот потеряет работу, и я там, я что-то потеряю, бесконечные, как бы, ограничения и осторожность, вот, это то, чего пока что здесь я лишился, но, может быть, просто это недостаточно еще вошел в общество местное, понятно, что здесь тоже есть масса своих ограничений, хотя это совершенно другая история, вот, просто другая, потому что все ограничения, которые присутствуют здесь, настолько, насколько я это понимаю, настолько, насколько мне это удалось изучить, а я этим интересуюсь, ну, я имею в виду запреты на слова, действительно такое уничтожение языка, которое становится все более пресным, потому что нельзя говорить и это слово, и это слово, и это слово, но все эти вопросы здесь находятся в поле дискуссии, и там, скажем, журнал «Атлантик», который не является оппозиционным изданием с телеграм-каналом, а является одним из главных журналов американских, публикует большую аналитическую статью, критическую, в отношении атаки вот этой условной новой этики на английский язык, и, в общем, приводит эту статью к выводу, что это плохо, то есть это является полем дискуссии, правые, левые, мне тут недавно сказали, ой, двухпартийная система ужасно себя изжила, вот хочется сказать, поживите вот на партийной, ребят, может быть, и вам двухпартийная вполне будет ничего, поэтому надо понимать, что то, что наша пропаганда все время несет, и, кстати, не только пропаганда, но и наш эстеблишмент, и наши какие-то, так сказать, высоколубые интеллектуалы, которые говорят, ну ладно, там на западе у них тоже, что у них там, что ли, свобода, другая совсем история, совсем другая, да, здесь увольняют, да, кончает с собой там хореограф, которого объявили в харассменте, а потом суд доказал, что он не виновен, То есть это тоже крайности, понимаешь, крайности размноживают ее. Много ситуаций, но, насколько я понимаю, все-таки в целом это все предмет споров, а не так, что ты сказал слово война и срок получен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok